Город Зеленоград расположен к северо-западу от Москвы. Территория 3720 гектар. Общая численность населения 224 600 человек. Неважно, студент вы, школьник или любой другой житель этого чистого, спокойного, но современного города. У нас у всех одни и те же места для прогулок, одни праздники и одни и те же вопросы. Где работать в Зеленограде? Какие предприятия наиболее перспективны? Где учиться и на кого? Как добиться успеха? Ответ прост. Жить и работать в Зеленограде. Дата и основание Зеленограда считается 3 марта 1958 года. Город Спутник задумывался как комплексный центр электроники и микроэлектроники, подобной американской Кремниевой долине. Уже в 60-е годы в Зеленограде началось активное развитие электронной промышленности, а значит и города в целом. Здесь создавались новые заводы, открывались новые технологии, строились новые районы. Было создано высшее учебное заведение по подготовке специалистов в области микроэлектроники – Московский институт электронной техники. В Зеленограде сформировалась своя инфраструктура, и он начал превращаться в город в привычном его понимании. Город, каким мы знаем его сейчас – с парками, магазинами, кинотеатрами. Он рос и развивался, но электроника всегда оставалась его градообразующей отраслью. Здесь существует более 50 крупных и средних наукоемких предприятий, на каждом из которых можно найти себе работу по душе. Мы расскажем вам о некоторых из них. Вы вряд ли сможете представить себе жизнь без интернета. А как он попадает к нам в дом? Информация проходит по проводам, которые собираются в подъезде в телекоммуникационный шкаф. Сегодня по стране таких тысячи. Их производят на Зеленоградском заводе «Элеон». В общем-то наш завод является одним из лучших лидеров в производстве телекоммуникационной техники. То есть все станки, все оборудование, все как раз задействовано над производством данного вида оборудования. Если вы видели, это участок порошковой покраски, мы имеем конвейерную линию. Это участок обработки листового металла, лазерный комплекс, координатный револьверный пресс. В данном регионе, в данном случае в Зеленограде, такого мощного предприятия нет. Все начинается в цехе обработки листового металла. Здесь заготовкам придают необходимую форму и вырубают различные отверстия. Данная аппаратура способна на действия, которые не могут произвести другие станки. При изготовлении мелких деталей, сложный вырез. Вырез производится лазером, используя высокую температуру. Преимущественно режется азовным кислородом, под высоким давлением. В повседневной жизни нас окружают не только предметы, сделанные из металла. В обиходе мы в основном пользуемся изделиями, имеющими корпуса из пластика. Мониторы, калькуляторы, плееры, телефоны, рации и многое другое. Каждая рация состоит из пластиковых деталей. Как сделать так, чтобы они повторяли друг друга с такой точностью? Здесь, на производстве, оснащенном современными термопласта автоматами, происходит литье пластмассовых деталей. Пресс-формы также изготавливаются на Элеоне, в цехе механообработки металла. Получаю деталь от конструкторов с 3D-моделью. Я эту модель заношу в станок, редактирую программу и уже начинается обработка. В итоге получается деталь. В результате из простого куска металла получается пресс-форма для изготовления пластиковых деталей. Как бы здесь в основном математика, да, то есть это именно счет, подсчет все время, да, от отверстия к отверстию. Ну, в принципе, и то, что своими руками, действительно, это как бы, когда вроде сделал сам. Ну, бывает то, что слесаря, допустим, что-то не входит, не вставляется, и вот он мне подходит, и я дорабатываю им непосредственно эту деталь. Станки управляются при помощи компьютера. Все инструкции записываются на специальном языке программирования. Мне дают техническое задание. Я, соответственно, этим техническим заданием выполняю свою операцию. Точнее, фрезерное с ПУ, с программным управлением. Я вот, например, сейчас пишу простейшую программу, ну, сверление или фрезерование простейших деталей. А в основном все это делается, в основном весь объем, весь объем заказов выполняется через компьютер. Научно-исследовательский институт ЭЛПА является одним из ведущих разработчиков и производителей пьезотехнической продукции. Здесь создаются пьезокерамические материалы, приборы на их основе, изделия, акусты, электроники. Наш отдел занимается разработкой и изготовлением пьезоэлектрических изделий. Отдел укомплектован современной автоматизированной линейкой оборудования, которая позволяет изготавливать изделия по методам пленочной технологии. На сегодняшний день эта технология является наиболее совершенной и перспективной. При начале отливается тонкая пленка, она собирается неким образом, дается топология, наносится электроды. И на выходе мы получаем пьезоэлементы, которые служат сенсорами, чувствительными элементами в различных датчиках. Пьезоэлектрики – это кристаллы, которые при сжатии могут производить электрический заряд. Или наоборот, изменять форму под воздействием напряжения. Два внешних электрода, на которые прикладывается потенциал, и элемент способен создавать перемещение. То есть можно из этих элементов сделать сборку целую и тем самым создать необходимое перемещение. Пьезодатчики получили широкое применение благодаря тому, что способны создавать столь малое перемещение. Их используют в особо чувствительных сенсорах. Например, в обычном автомобиле, который содержит более сотни различных датчиков, многие работают на пьезоэлементах. Датчик впрыска топлива, датчик неровности дорог, датчик угловой скорости. Как происходит производство основных частей чувствительных элементов? Керамические пластины распиливаются алмазной резкой на отдельные элементы. В результате получаются пьезокерамические балки. При помощи лазера делаются микропропилы, необходимые для настройки параметров. В то же время можно контролировать сигналы с этого чувствительного элемента. На экране они отображаются в виде синусоиды. Из пьезокерамических балок впоследствии изготавливаются чувствительные элементы. На предприятии работают люди с самым разным образованием. Здесь есть возможность заниматься тем, что вам нравится, применяя при этом свои профессиональные навыки. Здесь можно сочетать знания дизайнера и еще любовь к математике, физике. Наше подразделение занимается изготовлением устройств на объемных и поверхностных волнах. Сначала происходит процесс проектирования. Далее поступает в мою лабораторию информация, где происходит само изготовление шаблонов. Сначала обработка информации, а потом эта информация поступает к операторам, которые на хромированных стеклах формируют изображение. НИИ ЭЛПА производит множество элементов из пьезокерамики, применяющихся впоследствии в самых разнообразных областях. Сейсмодатчики, стабилизаторы для камер, пьезозажигалки и даже гироскопы. Каждый день мы используем множество электронных приборов, компьютеры, мобильные телефоны, разнообразная бытовая техника. Любое из этих устройств не могло бы работать, не будь в нем интегральной схемы. Их и множество других деталей, необходимых для функционирования цифровой техники, производят на Ангстреме. На предприятии работает более 1800 человек. Все начинается в дизайн-центре. Здесь проектируется вся продукция, выпускаемая на Ангстреме. Моя обязанность входит в разработку аналогов цифровых схем, разработку методики измерения этих схем, разработку документации, а также проведение лабораторных исследований на этапе научно-исследовательских и опыта консульских продуктов. Основное время занимает работа за компьютером, это проектирование, моделирование, документация, но также приходится быть в стайном тесном контакте с сборочным производством в плане работ по сборке и измерению кристаллов микросхем на этапах нейро-вокора. Микросхемы изготавливаются из кремниевых пластин. Процесс их создания начинается на кристальном производстве. Я занимаюсь напылением специальных слоев технологических. На мой участок приходит партия с кремниевыми пластинами, после чего производится по параметрам проверка. Если все соответствует норме, делается контроль, и партия идет в работу. В установке на пластины напыляется алюминий, титан, нитрид титана, медь. На другом участке напыляется серебро и золото. Слой напыления защищает пластину от повреждения и продлевает ее хранение, ведь путь прохождения пластины до готового изделия очень долгий. Затем пластины поступают на сборочное производство. Здесь изготавливают интегральные микросхемы, силовые транзисторы и прочие составляющие электронных приборов. В сборочном производстве к нам поступает кристалл, к нам поступают металлокерамические корпуса. Наша задача собрать кристалл в корпус, загерметизировать, провести ряд испытаний, подтвердив надежность и безотказность работы 25 лет и отгрузить потребителю. Выпускается продукция как общего применения, так и специального. «Ангстрем» выпускает уникальные микросхемы, которые кроме нас никто в стране не делает. Поэтому с точки зрения военной техники применяется и в космосе, и под водой, и на земле, и во всех сферах, так скажем, оборонной промышленности. Основными заказчиками являются Роскосмос, Росатом, Алмаз-Анте. Я думаю, тут больше, говорит, ничего не стоит. Многие из вас постоянно пользуются магнитными картами для проезда в метро. А вы когда-нибудь пробовали ее разобрать? Внутри находится чип. Именно при его помощи функционирует электронный билет. Эти проездные и множество другой микроэлектронной продукции производят на заводе «Микрон». Мы обладаем самым современным производством полупроводникового в России на сегодняшний момент. И «Микрон» сейчас является ведущим поставщиком на внутренний рынок продукции, а также является крупнейшим производителем микроэлектронной продукции в лучших странах СНГ и в Восточной Европе в том числе. Здесь производят чипы для транспортных билетов, электронных паспортов, социальных и банковских карт, выпускают сим-карты. В каждой пятой схеме управления питанием телефона или зарядного устройства используют микросхемы, изготовленные на «Микроне». Мы делаем на полупроводниковых пластинах диаметром 200 мм те самые чипы, которые дальше собираются и идут в микросхемы, в изделии широкого применения, в любой микроэлектронной продукции вы найдете аналогичные чипы, которые мы производим здесь. Большинство производственных процессов на предприятии происходит в чистых комнатах с высоким классом чистоты. Это необходимо для того, чтобы на заготовки не попадали инородные частицы. Поэтому в таком помещении нужно работать в специальном костюме, бахилах и маске. Один из основных процессов при производстве микросхем – фотолитография. Участок фотолитографии включает в себя нанесение фоторезиста, экспонирование, проявление и контроль линейных параметров. В результате получается маска, которая уже в дальнейшем используется на других участках. Чтобы на исходной кремниевой пластине получить готовые изделия, нужно последовательно сделать не менее тысячи операций. На это требуется от нескольких недель до трех месяцев. В таких процессах необходима особая точность и контроль. Я занимаюсь анализом производства. Анализ – это немножечко сложный процесс. Смотрим то, что невозможно сделать в чистой комнате. Есть работа как с несоответствующей продукцией, то есть продукция, которая дальше не пойдет, называется брак. Определить, где была ошибка допущена – это наша задача. Производству микросхем уделяется большое внимание. Сегодня они играют немалую роль в нашей жизни. Они есть практически во всем, что мы держим в руках. Сегодня нас уже не удивляют снимки Земли, сделанные из космоса. Они используются повсеместно. Но получить эти изображения непросто. Их не сделаешь обыкновенным фотоаппаратом. В космосе совершенно другие условия. Созданием оборудования для зондирования Земли занимаются на научно-производственном предприятии «Аптекс». Основной продукцией предприятия являются так называемые системы приема и преобразования информации. Это, если так можно выразиться, фотоаппарат без объектива для космических аппаратов, который включает в себя фотоприемники, цифровую часть, и в некоторых случаях запоминающие устройства, и систему управления. Создание любой техники начинается с разработки деталей. В «Аптексе» этим занимаются в конструкторском бюро. Мы с ребятами создаем конструкцию фотоаппаратов, фотографирующих Землю из космоса. Мы получаем техническое задание, прорабатываем, продумываем, осмысляем. После чего выпускаем эскизный проект. То есть на уровне небольших моделей и прорисовок обсуждается идея. Потом она постепенно обрастает уже больше детальности, подробностью. И за несколько месяцев складывается большой проект. Кстати, «Аптекс» входит в состав Государственного ракетно-космического центра ЦСКБ «Прогресс». Приборы, произведенные здесь, установлены на 20 ныне функционирующих космических спутниках. Это некие устройства, которые в дальнейшем будут пристыкованы к космическим аппаратам различным и будут заниматься исследованием земной поверхности и различным воздействием космического излучения и прочее. Я, как инженер-конструктор, конструирую непосредственно корпуса, В-блоки. Исследую различные нагрузки термические, физические, чтобы в дальнейшем это оборудование не вышло из строя на орбите. На «Аптексе» работают самые разноплановые специалисты. Каждый занимается своим делом. Я занимаюсь учетом материальных затрат, то есть я вижу комплектующие, да, я понимаю, что такое резисторы, теперь конденсаторы, для чего они нужны, из чего состоят, собственно, наши приборы все. Аппаратура, которую мы производим, вот, это не просто какие-то там микроволновки и прочая, да, техника такая бытовая. Это вещи, которые нужны, в общем-то, человечеству. При обработке полученных со спутника данных важно добиться максимально высокого качества изображения. Изображение — это, так сказать, целевая деятельность предприятия, это космические снимки, снимки земной поверхности из космоса. Лаборатория и я лично занимаемся обработкой изображений цифровой и разработкой алгоритмов для систем, которые разрабатывает предприятие. То есть стараемся, чтобы наша аппаратура на выходе давала картинки, изображения максимально высокого качества и с минимальным количеством видимых глазу дефектом. Конечная цель работы состоит в том, чтобы люди могли иметь такие сервисы, как Google Maps и другие более специализированные продукты. Спектр применения данных зондирования Земли очень широк. Строительство, топография, картография, мониторинг окружающей среды, наблюдение за добычей полезных ископаемых. Чтобы связаться друг с другом, люди используют разнообразные средства. Телефонную, телеграфную, спутниковую, радиоаппаратуру — все это производят на заводе «Компонент». Каждое изделие проходит этап проектирования. Разрабатывается модель, пишутся программы для станков. Занимаемся мы написанием технологических процессов, управляющих программ для обработки на станках фрезерных с числовым программным управлением. То есть к нам от конструкторов приходит документация, вид чертежей, вот таких. И мы расписываем полностью, как эта деталь будет изготавливаться на станке и подготавливаем программу, по которой она будет изготавливаться. Отсюда все отправляется на механообрабатывающее производство. Изначально приходят к нам, привозят заготовки, они монолитные. Далее уже согласно техпроцессам мы начинаем уже изготавливать определенные изделия. Грубо говоря, вот из такой болваночки, так ее назовем, получается вот такая вот деталь. На заводе «Компонент» происходит полный цикл производства радиоэлектронной аппаратуры. Электронные платы для приборов также изготавливаются здесь. Оператор загружает две платы, задает программу, и автоматом машина отсверливает и уже возвращает готовую заготовку. Дальше плата идет на следующий этап. Этот станок управляется компьютером. Здесь сверлится большое количество отверстий. За несколько минут он может посредить 20 тысяч отверстий. Платы проходят множество сложных химических процессов и операций, прежде чем их можно будет использовать в приборах. Вот заготовка, на них устанавливаются компоненты, на этой установке. Сюда загружаются платы, вот в этот магазин. Устанавливаются рельсы под эту плату, и плата поступает сюда. Здесь набиваются компоненты. На одной машине плата поступает сюда, и автоматом поступает в печь. Получается вот такая вот заготовка. Чтобы все правильно работало, каждое изделие должен проверить регулировщик. Он регулирует электрические параметры изделий, которые входят в комплект для спецсвязи, для спецслужб. Если это какая-то комплектующая деталь, допустим, вот эта, да, на нее есть инструкция по настройке параметров, технические условия для сдачи заказчику этих параметров. Вот, в принципе, такая работа. Завод «Компонент» более 40 лет работает с высокими технологиями в области космической микроэлектронной аппаратуры, средств связи, медицинской техники и средств спасения на море. У нас осталась система, которая работает. У нас остались люди с опытом, которые могут передать этот опыт. Мы делаем изделия, которые на сегодняшний день ставятся на спутники и отправляются в космос. Для того, чтобы что-то производить, сначала необходимо это разработать. Для этого при заводе создан научно-исследовательский институт «Компонент». Мы разрабатываем НЧА-аппаратуру, низкочастотную аппаратуру. Прежде всего, разрабатываем для космоса, каких-то аэрокосмических исследований и для военной техники. Мы получаем техническое задание и делаем опытный образец. Далее, по ходу испытания этого опытного образца, мы его дорабатываем. Вследствие чего у нас получается макет, который мы поставляем заказчику. Он вносит какие-то коррективы, если такие есть в техническое задание. И после этого мы уже делаем итоговый образец, который в будущем будет использоваться по прямому назначению. Сегодня НИИ-компонент бурно развивается. В институте работает около 200 человек. Основным направлением нашей деятельности являются узлы и блоки радиолокаторов, связная аппаратура и вторичные источники питания для бортовой аппаратуры в основном космическом назначении. Также мы разрабатываем летеорологические локаторы для определения погоды, которые используются по всей стране. В том числе показания этих датчиков используются и для определения погоды по всему миру. Завод-компонент и НИИ-компонент входят в состав научно-производственного объединения ЭЛАС. Подобная близость научной базы и производства является уникальной особенностью и несомненным плюсом для работы предприятия. Кто же решает проблемы и дает ответы на вопросы, возникающие у инженеров-электронщиков? В Зеленограде есть свой генератор идей – научно-исследовательский институт физических проблем. В разное время здесь было совершено множество научных открытий в самых разных областях – от медицинских препаратов до криогенных компьютеров. Было четко сформулировано, что физ-проблемы – это институт академического толка. Основное направление исследования – это фундаментальное исследование физических, химических, биологических проблем с целью создания новой элементной базы микроэлектроники. В НИИ физических проблем были созданы первые образцы полимерных транзисторов. Здесь уже давно начали развивать направление бионики, опередив остальной мир на 20 лет. Все проблемы, которые возникали в микроэлектронике, прежде всего руководство страны обращалось в то суда. Знаем ли мы это? Широта, область, тема здесь была просто колоссальная. Мы здесь имеем набор аналитического оборудования. Это аналитическое оборудование позволяет смотреть очень непростые вещи, которые делаются в наноэлектронике. И вообще говоря, быть специалистом, который может анализировать объекты наноэлектроники – это тоже большая, хорошая профессия. Это тоже достаточно высокий уровень. Востребованность таких специалистов сейчас велика есть, как у нас, так и за рубежом. Во всех современных компьютерах самой элементарной составляющей является транзистор. Он представляет собой миниатюрный электронный переключатель. Из транзисторов, как из кирпичиков, строится процессор – мост компьютера. А сами транзисторы создаются при помощи полупроводниковой технологии. Для того, чтобы нужно сделать скульптуры, надо взять камень и отсечь все лишнее. То в отношении полупроводникового прибора можно сказать, что нужно взять кусок чистого полупроводника и в нужное место, в нужном количестве внедрить туда рабочую примесь. Существуют аналитические приборы типа этого. Это масс-спектронных вторичных ионов, которые обладают чрезвычайно высокой чувствительностью и позволяют анализировать примеси в полупровняках и в других материалах тоже. Главной физической установкой в ней является синхротрон. Принцип его работы заключается в следующем. Из линейного ускорителя выбрасываются элементарные частицы. Попадая в магниты, они становятся заряженными и разгоняются до скорости света. При этом начинает выделяться синхротронное излучение. Диапазон его очень широк. Инфракрасный свет, ультрафиолет, рентгеновские лучи. Это по-настоящему клондайк, знание, которое может дать этот прибор. Поэтому во всех развитых странах синхротроны строятся. Их достаточно много. До пяти штук в некоторых даже доходят и более. Но самое интересное, что я хотел бы вам сказать, что сами синхротроны – это продукт научного исследования, научной работы именно советских, российских ученых. Синхротронное излучение может использоваться как микроскоп для увеличения и изучения очень малых объектов и их свойств. Например, проверить, соответствует ли состав нового лекарства тому, что было задумано. Подобного масштаба невозможно достигнуть при помощи ни одного другого устройства или рентгена. Одним из первых научно-исследовательских институтов, созданных в Зеленограде, стал НИИ точного машиностроения. Он был основан в 1962 году для того, чтобы создавать оборудование для крупных технологических предприятий, в том числе Микрона и Ангстрема. Оборудование производилось для микроэлектронной промышленности по всей России. Если проехать по предприятиям России, то на каждом втором предприятии радиоэлектронного комплекса вы увидите наши и новые, и прежние разработки. Мы не просто делаем оборудование и продаем, это творческая работа, это поиск новых технических решений, это создание современного оборудования в настоящее время с программным обеспечением, компьютерным управлением. Продукция, произведенная на НИИ-ТМ, поставляется в научные центры, в Российскую Академию наук, в технические вузы, в том числе и в МИЭД. Создание любого технологического оборудования начинается с проектирования. Мы делаем инструмент для создания каких-то изделий. Применяются они в основном в институтах на производстве, которые занимаются выпуском элементов микроэлектроники. А мы, соответственно, помогаем в этом. Процессом производства необходимо управлять. Это может происходить автоматизированно или с помощью оператора. В мои непосредственные обязанности входит разработка блоков, шкафов, в котором размещаются возможные элементы управления, с помощью которых человек может управлять либо дистанционно, то есть автоматическим процессом технологическим, либо непосредственно вручную. Я получаю техническое задание от отдела, который занимается автоматизацией технологических процессов. И, соответственно, с этим ТЗ я размещаю эти элементы в шкаф. После завершения этапа сборки необходимо наладить работу новой установки. Этим занимается наладчик технологического оборудования. Моя работа является в том, чтобы наладить установку, чтобы не было никаких косяков, провести коммуникации, наладить программу, чтобы все устройства работали согласованно, чтобы не было нижних проблем. Чтобы быть уверенными в своей продукции, установку необходимо испытать. В установке есть несколько параметров, которые мы должны удовлетворять. Например, равномерность управления. Мы проводим процесс технический, технологический, отдаем пассивные замеры и по результатам смотрим, какая неравномерность управления у нас получается. И решаем, нужно ли, допустим, что-то менять в установке. Или это технологические параметры, то есть нужно ли как-то менять способы подачи газа, или расходы, можно ли поменять температуру. Сегодня НИИТМ разрабатывает и изготавливает вакуумное и физико-термическое оборудование, а также элементную базу технологического оборудования. Можно сказать, что здесь производится оборудование для производства. Также установки НИИТМ используются для обучения в вузах и учебных центрах. В индустрии микроэлектроники должны работать высококвалифицированные специалисты. В Зеленограде созданы все условия для того, чтобы получить высшее и среднее образование в этой сфере. В 2010 году Московскому государственному институту электронной техники присвоен статус Национальный исследовательский университет. МИЭД – единственный вуз электроники среди НИУ. Он входит в пятерку лучших технических вузов Москвы. Является ведущим вузом России по подготовке высококвалифицированных специалистов в области электроники, нанотехнологии, IT, телекоммуникации, а также менеджмента, лингвистики и дизайна. В университете регулярно проходят лекции известных иностранных профессоров и представителей крупных межнациональных компаний. МИЭД сотрудничает с ведущими вузами Европы и США, участвует в программах обмена студентами, аспирантами и преподавателями, реализует программы двойных дипломов. Выпускники МИЭД работают в ведущих компаниях рынка электроники и IT, в государственных структурах и на малых инновационных предприятиях. В МИЭДе созданы все условия для творческого и спортивного развития. Инфраструктуру вуза включает спорткомплекс со стадионом, бассейном, теннисными кортами и крытыми спортивными залами. Дом культуры со зрительным залом на 650 человек. Для тех, кто решил связать свою жизнь с наукой и поступать в МИЭД, в университете существуют подготовительные курсы по всем направлениям обучения. На факультете довузовской подготовки школьники уже в старших классах начинают готовиться к студенческой жизни. Московская государственная академия делового администрирования на протяжении 20 лет готовит новые кадры в области менеджмента, юриспруденции, экономики, анализа и аудита, маркетинга и бухгалтерского учета. Обучаясь в МГАДА можно не только получить знания и, как следствие, диплом высшего учебного заведения, но и окунуться в насыщенную студенческую жизнь. Выпускники МГАДА успешно трудоустраиваются в крупной международной компании, такие как Нестле, Вольво, Икеа, Метро, Аэрофлот, а также востребованным ведущими предприятиями города Зеленограда и Москвы. Благодаря Центру управления карьерой и непрерывной программе практик будущие выпускники МГАДА, начиная с самых ранних ступеней образовательного процесса, готовят себе твердую почву для будущей взрослой жизни. Паритехнический колледж номер 50. За 34 года учебное заведение подготовило более 11 тысяч квалифицированных специалистов. Здесь можно получить начальное профессиональное образование на базе 9 классов по самым разнообразным профессиям – токарь, фрезеровщик, монтажники приборов, слесарь механо-сборочных работ, оператор ЭВМ, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. В колледже созданы все условия для получения избранной профессии и специальности. Учебное заведение располагает хорошей производственной базой, что позволяет осуществлять производственное обучение путем выпуска реальной продукции по заказам организации города. Технологический колледж номер 49. Здесь выпускники 9 классов имеют возможность получить начальное и среднее профессиональное образование. По окончании колледжа выпускники получают дипломы государственного образца и гарантированное трудоустройство по договорам с предприятиями Зеленограда. За весь период работы учебное заведение подготовило более 5000 квалифицированных рабочих для строительной отрасли, транспорта, общественного питания, специалистов для предприятий организации Зеленоградского округа, города Москвы и Московской области. Сегодня в колледже обучается более 1000 человек. Сегодня одной из главных целей в нашей стране является развитие современной электронной промышленности. Для того, чтобы предприятия развивались, им необходимо обеспечить благоприятные условия. В Зеленограде создана особая экономическая зона. Здесь малые и инновационные компании в тепличных условиях могут быстро создать и развить новый бизнес. Общая площадь ОЭЗ «Зеленоград» составляет порядка 150 гектар. Она состоит из двух площадок. Первая – площадка Алабушева, 142 гектара. Основная площадка ОЭЗ для заводов-резидентов с исследовательскими центрами. Здесь на данный момент ведется строительство зданий для размещения резидентов. Вторая – площадка МИЭД, 4,5 гектара. Зеленоградский инновационно-технологический центр. Технопарк для малого бизнеса с развитой технологической базой. Здесь находятся более 50 действующих компаний. Для Зеленограда в развитии особой экономической зоны есть свои плюсы. Инновационную зону или техника внедренческая, как она у нас в соответствии с законом звучит, ее невозможно сделать в чистом поле. Я уже говорил, здесь необходима связь с социальной инфраструктурой города, бизнес-структурой. И, что немаловажно, именно образовательной и научной инфраструктурой города. Без этого невозможно запускать проекты. С самого начала программы создания особой экономической зоны «Зеленоград». В Зеленограде развернулись дополнительно к стройкам, которые идут по своему плану. Развернулись ряд строек под адресно-инвестиционной программы особой экономической зоны. Финансируемо из городского бюджета. Простые примеры. Развязка на Ленинградском шоссе, новые пешеходные переходы, расширение улиц города. Это все, конечно, имеет прямое отношение к особой зоне, потому что невозможно развить отдельно взятую площадку и не расширить, скажем так, вот эти узкие артерии города. С другой стороны, от этого и весь город выигрывает, потому что модернизируется инфраструктура всего города. Но главное, что даст городу ОСЗ «Зеленоград» – это большое количество новых рабочих мест. И здесь будут нужны специалисты самых разных уровней и направлений. Сегодня на двух площадках мы ориентируемся примерно на 10-15 тысяч сотрудников рабочих мест. При этом мы говорим об акценте на тех как раз жителей города, которые вот каждый день, не найдя рабочие места здесь, в Зеленограде, каждый день вынуждены ездить на работу. Сегодня резиденты уже начали работу в особой экономической зоне. Все резиденты, которые привлекаются, это компании инновационные. Основные компании, которые к нам приходят, это компании, которые работают в области микроэлектроники. Это компании, связанные с новейшими биотехнологиями. Это компании, связанные с военным производством. В общем, это очень интересная компания, в которых молодому поколению ездить для себя применить. Ни для кого не секрет, что за ОСЗ «Зеленоград» – будущее. Это престижные места работы и новые возможности для Зеленограда и его жителей. И, конечно, вносит свой вклад в развитие организации промышленности Зеленограда префектура округа. Решаются вопросы обеспечения предприятий высоко квалифицированными кадрами. При содействии префектуры проводятся встречи между участниками образовательного процесса, работодателями и представителями образовательных учреждений. Идея создания такого фильма возникла не случайно. Дело в том, что несколько лет назад в экономике Зеленограда наметился такой устойчивый подъем. Ежегодный рост объема продаж товаров, научно-технических разработок, услуг, зеленоградских предприятий составлял 25-30%. К этому времени на 100% были загружены мощности наших предприятий. Стал на ноги малый бизнес. И тут перед нашими научными, промышленными компаниями стала проблема дефицит рабочих кадров, высококвалифицированных инженерных кадров. Возы готовили экономистов и юристов. Те, кто получал инженерные специальности, искали работу где угодно, только не на зеленоградских предприятиях. Колледжи практически перестали готовить кадры рабочих, просто потому что они до этого никому не были нужны. Ситуация коренным образом изменилась. Наши предприятия сегодня нуждаются в молодых специалистах, кадрах, креативных, с хорошим образованием, с хорошей квалификацией. Зеленоградские учебные заведения в состоянии подготовить такие кадры. И такие специалисты могут найти интересную работу на наших зеленоградских предприятиях. В зеленограде созданы хорошие условия для жизни. Зеленоград – город молодой, город для молодых. И я уверен, что жить и работать в зеленограде – это и есть счастье. Вот об этом мы хотели сказать. Для того, чтобы работать в родном городе и не тратить время на дорогу, чтобы быть успешными и востребованными, сейчас вам необходимо сделать правильный выбор. Есть множество дорог. Какую из них выберешь ты?